Глава третья. Наваждение. Давайте обратимся к Джуанзе, которому однажды приснилось, что он был бабочкой. Часами он порхал под зимним солнцем, пока вовсе не забыл, что он Джуанзе. Внезапно проснувшись, он снова стал Джуанзе. Но этот момент был пропитан сомнением. Приснилось ли Джуанзе, что он бабочка? Или это бабочке снится, что она Джуанзе? Наваждение, как и любая идея, берет начало с яйцем. Снаружи они ничем не отличаются. По скорлупе не заметить подвуха. Но важно то, что внутри. У Альберта возникла идея. Как-то раз он шел и споткнулся. И на секунду ему показалось, что его правая нога не его. Так все и начинается. Нога явно принадлежала Альберту. Она росла из его тела и болела, если ее ущипнуть. И все же, идея пустила корни. Такова сила идеи. С каждым двух днем Альберт все крепче умеждался, что это не его нога. Он решил, что она ему незачем. И отправился в строительный магазин. Видите ли, одной идеи мало. У нас вечно рождаются идеи, шельные мысли и теории. Большинство погибают, не успев вырасти. Для жизни на рождении Необходимо, чтобы погибли другие, Более разумные идеи. Только тогда оно рассветет И превратится в психоз. Редактор субтитров А.Семкин Субтитры создавал DimaTorzok